Украинские коррупционеры, пользуясь награбленным, в это же время убивают всю свою роскошь, свои Бентли, Роллс-Ройсы на наших убитых дорогах. Ведь Украфтодор издавна был царством, где государственные миллионы превращались в частные дорогие усадьбы, в то время как в стране практически не осталось нормальных трасс. Как живут бывшие дорожники? Руслан Смещук решил проверить. Нанотехнология! Дорожные нанотехнологии по-полтавски. Рано утром лопатой засыпать ямы с землей с обочин. Вот это технологии в Полтаве ремонта асфальта. А технологии асфальт будет. Где мы его сейчас будем? Как сейчас утром? Так а нахуй вы дырки засыпаете? Ты будешь по дыркам ездить сейчас. Так вы их так и останутся, они же. Не останутся, мы и завтра и будем работать. Да, да, будут. Редкий случай кадры, сделанные рядовым водителем, увидели на правительственном уровне. Их даже премьер показал на заседании Кабмина. И через несколько дней начальника полтавского облафтодора показательно уволили. Но вот дороги остались прежними. А это городок Иршава в Закарпатье. Тут поняли, надеяться на современных автодоровцев не стоит. Там сорвали асфальт. Ведь брусчатая дорога, построенная еще при Габсбургах, оказалась надежнее. Видимо, тогда дорожники были не в пример честнее нынешних. А сейчас деньги, направленные на ремонт, разворовывают. Загальна сумма установленных порушений была зафиксована на уровне 85-86 миллионов гривен. Найбільше суммы порушений установлено под час ревизии ДП Полтавский облафтодор, Миколаевский, Чернигівский и Львівский облафтодор. Но самый богатый улов у столичных правоохранителей. Сотрудники СБУ и генпрокуратуры разоблачили чиновников Киевавтодора. Те похитили сотни миллионов гривен. Только в течение прошлого года вывели более 300 миллионов на счета фиктивных фирм. В результате руководство Киевавтодора уволено и находится под следствием. А где же просеянные в дорожных ямах миллионы? Эти кадры попали в интернет недавно. На них человек, похожий на заместителя главы Украфтодора, Владимир Осущенко, обсуждает с неизвестным собеседником теневую схему. И рассказывает, как в итоге построил поместье. А вот тем сложное, здесь нам было только. На два этапа. И три. Хоп, 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 хоп. Это люди нам в 320 квадратик построили. Мы в гостином дом в 130 квадратик построили. Беседка здесь, наверное, по квадрату. 50 квадратных 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 квадратов. И соседним домом. Соседи о бывшем автодоровце говорят, спите там. Хорошие очень люди. Очень хорошие люди. Вот как соседи они как? Замечательные. Но еще лучше живет трижды руководитель Украфтодора Владимир Демешкан. Он обитает в живописном поселке Гориничи, также под Киевом. Его поместье занимает несколько гектаров. Место, где живет бывший глава Украфтодора, достаточно закрытое. Видите, вот при въезде на улицу даже установили запрещающий знак. Впрочем, законность его установки вызывает вопросы. Но, похоже, люди подобного ранга не любят, когда их беспокоят. Даже если поехать под знак, к усадьбам на машине все равно не добраться. Вскоре возникает очередное препятствие. Ну вот, как вы видите, попасть в эту элитарную часть поселка не так-то просто. Здесь вот дорогу перегораживают автоматические ворота, которые открываются с пульта и таким образом отсекают любой посторонний транспорт. Также хочу обратить ваше внимание на столб освещения. Видите, здесь установлена камера. И такие камеры наблюдения стоят на каждом столбе, а их здесь немало. Дальше только пешком по идеальному асфальту доходим до особняка. За забором активизировалась охрана. Хотя на улицу к нам никто так и не вышел. А тем временем украинские водители оттачивают мастерство в объезде ям. Ведь шикарные усадьбы бывших автодоровцев есть. А вот дорог в стране почему-то нет. И чтобы они появились, нужны огромные деньги. На данный момент нужно чуть больше триллиона гривен. Ну, как бы там, триллион триста, триллион четыреста. Значит, у нас максимально то, что обещают при всех властях, максимальный объем финансирования в районе 50 миллиардов. То есть это получается 3% от необходимого. Большую часть денег, выделяемых на ремонт дорог, съедают коррупционеры. Остальное идет на погашение кредитов, например, взятых к евро-2012. Выделяется, допустим, сумма на 15-й год, порядка 19-20 миллиардов гривен с них. Он должен долгов вернуть из-за того, что была девальвация гривна в размере 17 миллиардов. По кредитам? Да, это те кредиты, которые набирались в сроке разного погашения. Там 19-й год, 21-й, 25-й, там есть целая разбивка. Чтобы изменить ситуацию, нужно менять систему. Украфтодор десятки лет был проверенной коррупционной кормушкой, где исчезали миллиарды бюджетных гривен. И посадить взяточников на диету пока не получается. Руслан Смещук, Богдан Вербицкий, Богдан Савруцкий и Даниэль Косаковский. Подробности недели в телеканал Интер.